Мы в прошлый раз в Парашад-Бо, в прошлый раз мы читали Парашад-Бо. Бо, например, имеет три наказания только. За это Бо, слово Бо, Бет и Алеф, Сенеша. Бет это два, Алеф это один, все вместе и три. Только три наказания написано Парашад-Бо. И написано там, что фараон после девятого наказания, Хошех, он говорит, Тьмы, да, он говорит фараону, фараон говорит, Моше, Значит, фараон говорит Моше, Ваикра, параол Моше, вайомер лиху ивдует Ашем. Рак цомхем, уфкархем, юцак, гам тапахем, елехимахем. Он говорит, я готов, что вы пошли. Идите, говорит, идите, служите Богу. Рак цомхем, уфкархем, юцак. Да, только оставьте своих животных, оставьте здесь. Гам тапахем, елехимахем. Пусть дети тоже идут с вами. Все-все забирайте. Только животных оставьте здесь. Окей? Только животных оставьте здесь. Чего Моше ему отвечает? Ваикра, Моше, Моше отвечает ему. Гам тапитин бея дену зевахим. Ты еще нам дашь животных. Да, не только что мы. И еще ты дашь нам, увидишь. Почему бея дену зевахим, олот? Потому что нам надо принести жертвоприношение. Да, сыну, блашен, элокену. Да, и мы принесем это Богу Ашем. И он что говорит? Вегам микнену елехиману. Даже наши животные пойдут вместе с нами. Лотишаэр парса, ким имену никах. Ла авот от Ашем элокену. Потому что мы пойдем, будем служить Богу с нашими животными. Почему? Ваанахт нам лунайда. Потому что мы не знаем. Мана авот от Ашем от Боэну шама. Мы не будем знать, как служить Богу, когда только мы придем туда. Потом мы будем знать, как надо его служить. Какое жертвоприношение надо принести. Сколько надо жертвоприношения. Чего надо делать. Мы еще не знаем. Так что, да, мы еще не знаем все это. Так что, пока мы не дойдем до Гар Синай. Пока мы не придем туда. И не... Как бы мы не будем знать. Мы не будем знать, пока мы не узнаем от Ашема. Окей. А теперь. Рэбби Мигур. Это он все говорит фараону. Да, да, да. Он это все фараону говорит. Хидуше харим. Это был один из больших рабаев. Он дает такое объяснение на этот пасук. Что он говорит, что вот эти слова фараона или слова Муше фараону эти слова для каждого еврея. В каждом поколении. Каждый еврей в каждом поколении. Every Jew in every generation. The what? Что чего? До конца его жизни. До конца. Что человек не знает не знает чем служить Бога когда он узнает после 120 лет. Только тогда он сможет узнать да только тогда он сможет узнать как надо было его служить. Мы не знаем. В этом мире мы не знаем. Так что что же наша задача? Что каждый человек имеет какую-то миссию имеет в этом мире. Мы все имеем какую-то миссию. Но мы не знаем, что делать нашей миссии. Так что мы делаем, мы делаем, мы делаем. Но нам надо знать сколько как больше процентов мы должны сделать чтобы закончить нашу миссию. Так как мы не знаем мы все делаем. Конечно нам надо все делать мы когда изучаем Тору. И так через это мы конечно делаем свою миссию. Как-то мы просим Ашема чтобы Ашем нам помог поставить в этот дырех в эту дорогу чтобы мы могли исполнить нашу миссию в этом мире. Our mission in this world. Написано смотрите что написано в Масехет в Талмуде написано Баббатра что Йосеф сын Рабьешуа он как бы умирает а потом возвращается обратно гоморобную сними. Умирает и возвращается как у него была клиническая смерть. Окей? И его папа у него спрашивает что же ты видел в том мире? Чего ты видел там? Что ты увидел? Так что он говорит интересные слова он говорит своему отцу отвечает что Я увидел мир который наоборот перевернутый на мир что чё ЭЛЕОНИИМ ЛЕМАТА ВЕТАХТУНИМ ЛЕМАЛА Чего это означает? Те высшие которые выше они внизу а те которые внизу они были на высоте. Чего это означает? Тех которые в этом мире всегда наверху получают очень много уважения получают и все их а всех уважают да например артисты есть есть киноактеры есть бизнесмены всех их уважают все хотя бы близко к ним хотят быть но в том мире они не были наверху они были внизу были да они были внизу уважения не было у них никакого уважения у них не было а те которые были внизу в этом мире что это означает? их никто не уважает их на них вниз смотрят да может быть он даже его не уважает но он делает митцвот он делает заканчивается он делает свою миссию он делает законы Торы так что у него будет больше уважения чем тот человек, который не делает мить и получает столько много уважения в этом мире понимаете? так что я увидел, он говорит, мир, который наоборот весь да, и это и так есть вот это и есть что мир, в котором мы находимся в этом мире мы не знаем, что надо делать как надо делать, как правильно делать это все через 120 лет, конечно, мы узнаем если мы дошли до нашей миссии если мы закончили свою миссию или нет но мы должны молиться Ашему всегда чтобы Ашем нам помог чтобы мы могли узнать свою миссию и поставил нас на правильную дорогу и чтобы мы могли закончить вот эту миссию, которая у нас есть есть люди, например например, малоумные в этом мире есть например, есть даун синдром да, такие аухляудом артисты да, даун синдром они смотрятся как ненормальные все да, но у них есть они уже как бы свою миссию уже закончили просто немножко им осталось да, так что в том мире они будут выше, чем мы выше, чем мы они будут почему? потому что у них ничего не осталось у них немножко там маленькая ошибка то, что там им надо закончить и все поэтому они вернулись в этот мир чтобы закончить вот эту маленькую миссию да так что вот это то, что мы учимся с этого посылка этот Мошэ Рабейну говорит фараону анахну лонэда мана а вот это Ашем адбоэну шама да Мошэ говорит фараону это тоже урок для нас что мы не будем знать как служить Ашема пока мы не пойдем мы не придем туда пока мы не придем туда да кто мы узнаем кто наверху а кто внизу да те люди которые мы всегда уважали и это и смотрели ой я хочу быть как он я хочу иметь дом как он он для меня он как мой идол да в конце концов он в том мире никто оказывается да ну я не говорю что богатый человек или там те большие люди они тоже могут подняться наверх например Агарадам Цедохак Содэ или он занимается Торой конечно он будет на большие высоты окей еще одна вещь и потом мы начнем делать законы в конец параша параша есть у нас митцва написано здесь у нас из митцва тфелина что надо надевать тфелин окей например у нас в Торе не написано как тфелин должен смотреться написано просто у кшартэму там лео аля деха да юмит ртафот да ненеха завяжите их ваши руки поставьте между глазами и устная Тора объясняет что как она должна быть что она должна быть черная четыре парашьё должно быть написано там что ремешок должен быть это все все вот эти законы уже написано в устной Торе но потом есть у нас одна митцва здесь в конце парашатбо пидьон пидьон абен только пидьон абен что первенец ребенок который родился первый родился нахозьмин акоили хринандакор надо его выкупить от коина да это закон только для Исраиля это закон только для Исраиля правильно это например если мать или отец они коин или леви так что акоини на михра а чай на михра даже если мать только она была коин папа он Исраил или мать леви ребенок который рождается его не покупают от коин не покупают от коина и не покупают если оба Исраиля акоин если первый ребенок не был он родился не кесарь натуральный родился только тогда вы покупают его от коина но если он по-другому родился тогда от коина не будет Но почему надо выкупить Коэна от этого ребенка, первенца от Коэна? Почему у нас есть такая нитва? Так что мудрецы говорят, что первенец, вот эта первенец, да, firstborn, had to be, он должен был служить в храме, в бет-амикдаше. Он должен был служить, но что стало? Так что у него есть уже кедуша есть, святость есть. Но что стало? Когда евреи сделали грех золотого цельца, хетаеге, Ха-шем убрал вот это право от первенцев и дал кому леви, колено леви и коэн, так что леви и коэн, они служат в храме, в бет-амикдаше кормят нас. Но первенец, первенцы, они должны были быть коэн, служат в храме. Но вот это право от первенцев Бог забрал и дал кому леви. Почему? Потому что когда первенцы сделали грех золотого цельца, да, поэтому они потеряли вот это право. И поэтому что? Надо выкупить от коэна, а коэн чмегримо, а коэни мо мехарим. Первенца. Первенца после 30 дней, пусть как исполнилось 30 дней, можно выкупить коэна, надо выкупить коэна от коэна, надо выкупить первенца, от коэна надо выкупить его. После 30 дней, окей. Комментарии объясняют, очень интересно, откуда кедуша появилась у первенцев? Вот эта святость, откуда появилась у первенцев? Откуда? Так что Хафидзхайм, кажется, это говорит. О чем нас не убил в Египте. Так что в конце последнее наказание, что было, власть испанического возраста. А? Макад Бхарот. Что все первенцы, египетские первенцы, умерли. Но первенцы евреев остались живых. Ну и что? Так как через них было сделано кедуша шэм, освящение Бога. Да? А через них было сделано освящение Бога. Так что выходит отсюда, что они получили святость. Они получили специальную святость получили. Навсегда. Первенцы получили святость вот это навсегда. За то, что первенцы Митраем умерли, но первенцы евреев остались живых, они получили вот эту святость. Специальную святость. Навсегда. А теперь, если подумаем мы, первенцы, они что-нибудь сделали, чтобы сделать кедуша шэм? Они ничего не делали. Они просто стояли, все ничего не делали. Но за то, что они были первенцами, они получили, это считается уже, считается, они были как бы пассивные были. Они активно ничего не делали. Пассивно стояли просто, сидели. Но за то, что они были первенцами, они получили святость. Значит, в комментариях говорят, если пассивно человек так сидел и получил святость за то, что он сделал кедуша шэм, значит, выходит отсюда, если человек активно делает кедуша шэм, активно делает кедуша шэм, сколько больше святости он получит. Да. Понимаете? Как больше человек может получить. Значит, вот мы, как мы ведем себя, все, что мы делаем, это имеет большое влияние. Имеет люди, как смотрят на нас, да, смотрят на нас, вот он религиозный, вот он такой, вот он такой смотрит, как мы ведем себя, да, в публике ведем, или не в публике, или гоймо, когда на нас смотрят, как мы, что мы делаем, как мы делаем. И человек должен, как бы, вести себя правильно, чтобы сделать кедуша шэм, чтобы кедуша шэм шел, чтобы хилюла шэм шел. Окей. Давайте сделаем немножко не закон шаббат, а немножко другие законы. Законный брахот. Почему? Я книгу шаббат не мог найти, так что мы сделаем немножко законный этот брахот. Как мы знаем, в Тории у нас написано, это уже мы много раз говорили, что Гмара говорит, что, что человек, написано в посылке, в Таилим написано, что небеса они хашема, но земля было дано человеку. А потом еще другое место в Таилим написано, что земля и небо хашема. И все это хашема. Вопрос, это хашема или это наша? Вопрос. Кого это? Земля это наша или это хашема? Один посыл говорит, что это человека. А другой посыл говорит, что это хашема, а не киами. Они мое и они никуда. А почему тогда в посылке написано, что это наше, человека, что Бог дал человеку. Человеку дал временно. Медона. Но один посыл говорит, что он дал человеку. Другой посыл говорит, что Бог дал землю человеку. А другой посыл говорит, нет, это все хашема. Как нам понять, это человека или Бога? Так что Гмара отвечает, что нет вопросов, нет вопросов. Почему? Потому что до того, как человек говорит браха, пеша браха, до того, как говорит браха, это хашема. После, как ты сказал браха, становится твое. Окей? Значит, до браха, это хашема. После браха, это уже человек. Вот это ответ. Значит, и выходит отсюда, если человек взял что-то, и он говорит, не говорит браха, он своровал. Выходит, что он своровал. От хашема своровал. Правильно? Да. Например, намеданцем. Человек, который знает, а теперь он должен правильно это все делать. Окей. Так надо упущать. Да. Ну, надо, и поэтому надо, как бы, изучать. Изучать, как это правильно делать. Окей. Значит, у нас есть несколько категорий, да, брахот. Например, Мишна, Масах и Брахот написано, на фрукты, на фрукты, на фрукты, которые растут на деревьях. Говорят браха бурей при аэц. Бурей при аэц. Бурей при аэц. Но Мишна говорит, хоть мы на яй и кроме вина. Кроме вина. Оля яй и мы барреех бурей при айгефе. что на вино говорят бурэ приагефе что-то означает что-то сок сок да 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 на вино значит что выходит отсюда что по-честному благословление на вино оригинального оставление было бурэ при аэц должно было быть бурэ при аэц на должно было быть бурэ при аэц но мудрецы дали ему другое специальное браха бурэ приагефен специальный vip unique как бы специально браха дали человеку бурэ приагефен что бог создал бурэ создал при фрук гефен это обозначает виноградник виноград значит специальная браха дали почему специально браха для вино потому что Так как вино наслаждает человека и приносит радость человеку, и пользует вино также в жертвоприношениях приносили вино и так далее, поэтому вино дали специальное браха. Окей. Но что мы видим от Мишна? Все фрукты, которые растут на деревьях, говорят на него боре при. Борей при. Борей при. Борей при. Окей. Но на вино, как мы сказали, дали специальное браха. Борей при. Хагефе. Окей. Потом Мишна также, я хочу добавить Мишна, Мишна также говорит аль перот ха арец, на фрукты, которые растут на земле, земли растут, говорят боре при. Ха адама. Да? Перевод боре при адама, что Бог создал, боре создал при фрукт земли, ха адама, земли. Окей? Что Бог создал фрук земли. И поэтому мы говорим боре при адама. Кроме. 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 Мишна говорит. Кроме хлеба. Кроме хлеба. Что на хлеб говорят, а муцы леха минарец. Значит выходит отсюда. Оригинальное браха о хлеба было чем? Адама, так как она растет из земли тоже, говорили на него Адама, но специально, так как хлеб, он насыщает человека сытным, и также радует человека, вот это все, поэтому мудрецы дали опять такой же юник браха, специальный браха дали. Хамуцы, что Бог выносит, лехем, хлеб, мин ха-арец из земли, мин ха-арец, окей? Значит, специальный браха дали для кого? Для вина и также для хлеба, да? А все остальные вещи, например, фрукты, которые растут на деревьях, говорят на них буре при ха-эц, а фрукты, которые растут на земле, земли растут, говорят на них буре при ха-адама. А теперь, если у меня есть, около меня, возле меня есть много фруктов, есть много видов фруктов, есть, есть виноград, есть, есть, да, есть у нас, например, яблоко есть, яблоко, или, или и так далее, да, груши, вот это все. Надо говорить про благословление, на какой фрукт надо говорить ха-эц, на фрукт, который земля эрит-серей была благословлена, окей? Значит, пять видов фруктов, пять видов фруктов, это, значит, виноград, финики, гранат, оливки и анджиль, окей? Значит, пять видов фруктов, которые земля эрит-серей была благословлена, на вот этот фрукт говорят буре при ха-эц, и этот уже покрывает, все остальные фрукты уже покрывают, окей? Вот скоро тубишвад, Russia. Тубишвад, следующую неделю будет тубишвад, и поэтому надо знать, какие, что, если есть буре при аец, если есть буре при ха-эц, есть пять видов фруктов, на вот это, на вот эти пять видов фруктов надо сначала говорить браха, надо на них говорить браха, буре при ха-эц, окей. Если есть, знаешь, в Тории написано земля, в Тории написано, в Тории написано два раза, потом написано земля, которая растет оливки и дваж. Значит, мудрецы говорят, все, которое близко эритсу, оно первое. Слово эритсу, которое близко написано, оно первое, оно имеет больше хашивуд, больше не святость, но оно важное, важность. Больше важности имеет, чем другие фрукты. Значит, выходит отсюда, значит, сначала пшеница, значит, сначала на пшеницу, правильно? Сначала пшеница, эритс написано, а потом следующая эритс, это что? Зайт, оливки. Окей? Потом идет ячмень. Окей? Потом гефен, потом идет дваж, дваж это хурмо, потом виноград, а потом анджиль, ремон, это гранат, и потом гранат, сам последний гранат. Понимаете? Значит, то, что близко к эритсу, оно имеет больше важности. Окей? Значит, выходит отсюда, что? Самое главное, первое, что? Приходит пшеница. Пшеница. Окей? Значит, выходит, если у меня есть пшеница, пшеница есть, что-то сделанное мучное из пшеницы, и виноград есть, что-то из винограда, вино. На что надо первое брака говорить? На хлеб. Сначала на хлеб, а потом на виноград. Потом на вино, правильно? Мы наоборот делаем. Правильно? Сначала на вино говорим, а потом хамути. И поэтому вы что делаете, закрываете хлеб. поэтому мы закрываем хлеб как будто нет хлеба сейчас я не вижу хлеба хлеба нет сейчас я говорю говорю кидуш на него а потом мы говорим о муци есть причины почему мы так делаем но это как бы одна из причин почему мы тоже закрываем хлеб чтобы как будто его нет сейчас а если он открыто стоит да можно как бы закрыть его да некоторые вот так закрывают все все мучное которое есть как бы закрывать его окей еще одна вещь вот скоро будет как мы сказали тубешват будет тубешват мы сказали на фрукты которые земля и лица была благословлена на них говорят браха первым но мы сказали так же пшеницу надо сначала первым говорить значит на тубешват первый минхак у нас говорит благословление на семь видов фруктов первый фрукт это пшеница пшеница это будет мазонот пшеница мазонот не печеная вот это вот ячмень ячмень хлеб как бы можно о них можно о них хамоци говорить не только мазонот хамоци это пшеница ячмень рожь оутс и последний будет спелт есть слово я не знаю как на русском спелт на английском будет спелт уит барли рай оутс пять видов вот эти пять вещей пять урожай можно на них можно из него делать хлеб и говорить браха хамоци а если сделали печеное тогда говорят на него мазонот даже мазонот а эти вот эти пять видов это зерна можно сделать из него мазонот так же можно сделать мазонот 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 значит первый фрукт который мы сказали надо будет боре пиаица боре пиаица например я поел виноград а потом я тоже яблоки поел уже все боре пиаица не могу яблоки я поел а потом мне надо сказать что какое браха храна нафашот алаец только алаец нафашот больше не говорят куда же я поел яблоки поел оранж поел но так как я поел виноград 28 грамм винограда и уже у меня есть обязан на него алаец так что я могу только алаец сказать это покроет яблоки и все остальное а если человек только поел яблоки и оранжи не пять видов фруктов после него какого браха храна нафашот алаец 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 и 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 м и и и и и и растут на земле он должен обратно сказать браха буре при Адама должен сказать почему еще раз он сказал почему потому что передавайте переведем я благословляю тебя Бог что 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 ты буре что ты создал при хаэт что ты создал буре при фрукты деревья а теперь арбуз не растет на деревья так что я говорю вещь которая неправда помидоры или огурцы не растут на деревьях так что я сказал то что неправда поэтому я должен сказать буре при Адама на помидоры и так далее а если скажем наоборот человек кушает яблоко хочет сказать браха и он сказал буре при Адама на яблоко тогда ему не надо повторять представление потому что так как так как яблоко растет на земле и земля она растет так что то что он сказал это правда да буре при Адама конечно ему специально не надо говорить буре при Адама окей но если он сказал буре при Адама нечаянно и сказал буре при Адама яца это работает хорошо на яблоко на грушу на виноград на это на все да если он сказал буре при Адама так как он растет на дереве но деревья 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 дерево растет из земли да поэтому если он сказал буре при Адама это работает окей но если значит окей но если человек и и поэтому да если у кого-то есть сомнения сомнения если сказать буре при Адама банана у нас есть сомнения какой браха на него говорить если буре при Адама надо говорить на него или буре при Адама из-за сомнения мудрецы сказали надо на него сказать браха буре при Адама потому что у нас есть сомнения потому что я не буду сейчас заходить какой сомнений почему есть сомнения но а не маршрум по-другому шакур правильно маршрум шакур потому что маршрум грибы они не растут земли они могут на стенке расти они могут на столе расти маршрум понимаете так что они не имеют корни вот это все они не имеют да и на они они могут везде расти поэтому человек если кушает грибы говорит шакур мы сказали буре при Адама на Мишна как бы Мишна говорит и так же Аллаха говорит что вещи продукты которые не растут на земле не растут на земле или на дереве не растут тогда на них говорят браха шехакур перевод шехакур что все не я стало битворо через землю его слово все было создано через его слово через его уст на шакур не я битворо и поэтому на воду на рыбу на мясо так как они не растут земли не растут на них на это все говорят шакур не я битворо потому что они не растут на земле не растут на да производит что дел ангур арахмекшан да там все это сделано да 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 о хороший вопрос но так что если человек если оно поменялось если оно поменялось например оно было виноград а сейчас а сейчас оно стало в водку превратилось так что куда же оно пришло от винограда все равно на него говорящий аккор потому что она изменилась она сейчас не если кто видит на водку не скажет виноград что это пришло от винограда и поэтому благословление на него не а эти линии буря приагетен а шакур выхожж в жидге пермишо understand пиво я маме пиво пиво тоже делают из пшеницы делают да или виски виски из чего делают из рожь рожь зерна вот это рожь так водит народ на виски они и мы здесь астаналинся Продолжим в следующий раз.